Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбола Та Жизни и это продолжение нашей карьеры за Зенит. Перед началом этого видеоролика хотел бы вас попросить подписаться на этот канал, потому что большой процент зрителей смотрят мои видеоролики без подписки. Ребята, если вам понравился данный ролик и другие ролики на моем канале, не поленитесь, подпишитесь на канал, вам не трудно, а мне будет очень приятно. Ну и также, кто не знал, у меня есть второй канал, игровой канал РНТ, ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения и летсплей на ютубе, буду рад вас всех там увидеть. Ну и также на моем канале совсем недавно появилась новая функция спонсорства, вы можете стать спонсором моего канала всего за 99 рублей в месяц, вы можете стать спонсором моего канала и получить различные бонусы и фишки от моего канала. Это интересные стикеры в чате, на прямых эфирах и всякие другие ништячки, поэтому кому интересно, обязательно переходите, по ссылочке в описании тоже есть эта функция. Ну что же, друзья, мы продолжаем карьеру за Зенит, давно у нас не выходили ролики, надеюсь, сейчас вернемся в этот нужный ритм, закончим уже наконец Pro Evolution Soccer 21, будем готовиться к FIFA 22, поэтому во вкладке, кстати, сообщества в последнее время у нас проходит голосование, поэтому иногда заглядывайте туда, ваш голос будет тоже очень важен при составлении новых карьер на новый сезон. Ну что же, у нас Зенит, Зенит на очереди и сегодня у нас 4 матча, один из них это Барселона на выезде в Лиге Чемпионов, давайте посмотрим быстренько расписание, во-первых, 25-й тур с Локомотивом, четвертьфинал ответный против Барселоны, игра с Уротором выездная и матч в чемпионате с ЦСКА, поэтому как-то так. Ну что же, давайте потихонечку будем начинать, у нас сейчас игра против Локомотива, они идут на 9-й строчке, у нас лидерство в 7 очков и через 3 дня у нас будет ответная игра против Барселоны, поэтому немножечко ротирующий я состав выпущу, но перед началом зайду все-таки, наверное, в план игры, посмотрим, что у нас по составу. Так, ну что же, составом я ознакомился, вспомнил, буквально вот за минутку мне хватило. Ну что же, Пикфорд, естественно, мы заменим Луневым, потому что Пикфорду надо быть готовым к Барселоне. Также, также выпускаю, естественно, связку Ассорио и Прохина, как бы это прискорбно не звучало, и не знаю, стоит ли с Тевенсами выпускать, наверное, все-таки стоит. Также, также, наверное, я выпущу Асдоева, вот, будет у нас 23 получения, хоть мы его и продали, вроде он сейчас просто ждем трансерного окна, он туда перейдет, также полностью, наверное, сейчас весь второй состав выпущу, кто может, кто не может, Жезус пока что сыграет в старте, и вместо Малкома выпущу Регони, если что, там Чалов потом выйдет вместо Жезуса, если вот все будет у нас более-менее нормально, поэтому вот таким составом, не сильно-то боевым, но на самом деле уже на чемпионат как-то сил и вряд ли останется, потому что у нас основная задача – это выиграть Лигу Чемпионов. Зенит-Локомотив, поехали! Итак, Газпром-арена, Зенит против Локомотива, матч чемпионата России, и сейчас очень важная игра, в принципе, для Зенита. Зенита, подготовка, можно сказать, к четвертьфиналу в Лиге Чемпионов против Барселоны, поэтому будет тоже интересно посмотреть, как Зенит сыграет с Локомотивом, хоть у которого игра сейчас не самым лучшим образом складывается, идут в чемпионате на девятой строчке, и уже, не знаю, наверное, сезон для них все-таки будет провальный, потому что закончат они сезон вряд ли в Еврокубках. Мостовой на Стевенце, Стевенс, Мостовой, ух, как здесь Жезус-то на Шамуродова, и Шамуродов 1-0. Но это было ожидаемо, девятая строчка играет против первой, в ходе Локомотив игра у них не самым лучшим образом складывается. Пропадет вот это вот желание каждый год становиться чемпионом своей страны. А вот здесь вот Эдер забивает, провалилась оборона, и 34-я минута, Эдер сравнивает счет. Снова Эдер проходит под нашу оборону. Ну и здесь, кстати, свечку такую вот зажигают игроки Локомотива, вроде как это Ниранчук был. А вот так вот, и что это, гол? Серьезно, там офсайда не было, 84-я минута, и действительно гол. Я не понял, почему там наши никто вот не стоял, не помог. Ну и действительно, там и Стевенс, и Оссори, я так понимаю, 20-й номер, провалились, и забивает нам еще и Комано. Поэтому сейчас, скорее всего, мы даже и проиграем вот так вот с темным составом. И все, минимальное поражение дома. Локомотив набирает для себя очень важные очки, а для их, тем более, турнирного положения. Для нас это, к сожалению, ну вот поражение. Ну и просто проиграли по всем показателям Локомотива. Итак, после 25-го тура у нас лидерство в 4 очка на ЦСКА. Ну что же, самый важный матч, мне кажется, в сезоне, потому что от него все зависит, заканчиваем ли мы эту карьеру, ну этот сезон даже, без трофея в Еврокубке, потому что у нас задача выиграть Лигу Чемпионов. Либо мы будем делать еще сезоны, скорее всего, ну в любом случае, я бы хотел довести Зенит до победы в Лиге Чемпионов. Поэтому будем стараться и сегодня, надеюсь, у нас получится обыграть Барселону, будет Лунев на воротах. Пикфорд вообще не готов никак. Ну что же, по составу. Все вроде как предельное. Я так догадываюсь. Понятно, даже Аздуева давайте возьмем, раз все-таки у нас в команде лишним уж точно не будет. Барселона против Зенита. Четвертьфинал, ответная игра, поехали. Итак, Камп Ноу, Барселона против Зенита. Зенит добился минимальной победы на своем стадионе. Газпром-арене, ну вот сейчас ответная игра и сразу же Барселона отправляется в атаку. Ну кто бы сомневался, проиграли в четвертьфинале на выезде и теперь побегут, естественно, в атаку. Барселона главный фаворит каждого сезона в Лиге Чемпионов. Ну вот пока что в последние годы как-то обидненько получается у них вот вылетать. Перешел из Барселоны в Зенит. Ну кто бы ожидал, что вот так вот произойдет и перейдет Малком в Зенит из Барселоны. А вот и Зенит забивает на выезде и Габриэль Жезус. Ну как здесь все замечательно произошло. Вот просто замечательно. Там, во-первых, перехват был от, если не ошибаюсь, Жезуса. Вот. Но здесь Дреуси. Посмотрите, здесь забросик хороший прошел Азмун. Ну и здесь Азмун в самую девятку. Причем на Жезуса отдает и Жезус забивает в самую девятку. Ну вышел, можно сказать. Хотя соперничества никакого сейчас и не было. Но победителем против Лионеля Мисси. Так, хорошо сейчас. И Азмун, и Азмун делает счет 2-0. Мы забиваем два мяча на Камп Ноу. Замечательно. Барселоне нужно теперь забивать четыре мяча. Ну, за 30 минут, в принципе, Барселона может успеть. Ну, не дай бог. Азмун здесь, во-первых, очень хорошо в стеночку так отыграл. Забил гол. Поздравляем его с забитым мячом. Но там что-то, я не знаю, либо с обороной. У Барселоны что-то не так. Либо это у нас первый именно состав. Основной просто разрывной. И Гризман все-таки забивает на 94-й минуте, правда. Но этого все равно не хватит. Барселоне, во-первых, даже чтобы победить в этом матче. Во-вторых, чтобы выйти в полуфинал Лиги Чемпионов. Сейчас уже будет, да, финальный свисток. Ну, все. Мы обыграли, во-первых, Барселону на выезде. В двух матчах. Это вообще просто замечательно. Супер. Мы в полуфинале. Очень интересно, против кого мы сыграем. Ну, и интересно было бы сейчас посмотреть статистику этого матча. Владения за нами. Удары за Барселоной. Здесь фарт какой-то на нашей стороне был, наверное. Ну, и лучшим стал Сердар Азмун. 7,5 оценку он получает. Ну что же, в других четыре финалах. Манчестер Сити разгромил Ливерпуль со счетом 3-0. Челси разгромили также Наполи 3-0. ПСЖ уверенно переиграли Интер. Хотя и минимально в двух матчах, но все же вышли в полуфинал. И мы прошли Барселону 3-1. То есть мы единственная команда, которая вышла и пропустила хотя бы один вот мяч. Другие вот полуфиналисты ни одного мяча так и не пропустили. Так что будет интересно. Сити, Челси, ПСЖ и Зенит. Очень не хотелось бы сыграть вообще ни с какой из этих трех команд. Так, у нас сообщение. Травмирован Малком. Все-таки мне его травмировали. Вообще замечательно. Написано в апреле, но у нас здесь и так уже скорость заканчивается. А мы, кстати, будем играть против Манчестер Сити. И именно с этого матча мы начнем следующий выпуск. Поэтому будет очень жарко и интересно. Сейчас играем против Ротера. И мне, наверное, придется два матча подряд играть вторыми составами. Что против Ротера, что против ЦСКА. Я не знаю, давайте Пикфорду сейчас дам шанс выйти против ЦСКА. Выпущу уж второй состав. Здесь также уж выпускаю Ассорио и Прохина. Они немножко, конечно, провалились. Вот это вот моя оборона в матче с Локомотивом. Но я не знаю, как сыграют эти парни сейчас. Вместо Азмуна выпускаю Шамуродова. Ну и вместо Жезуса Чалова выпущу вот эту вот связку. Ну и очень жалко за Малкома. Поэтому Ротер против Зенита. Поехали. Итак, Волгоград Арена. Зенит приезжает на выезд. Ротер принимает первую строчку чемпионата России. Поехали. Очень хорошо сейчас развернул Шамуродов атаку на Дриуси. И Дриуси 1-0. Отлично. Семнадцатая минута матча. Себастьян Дриуси открывает счет в сегодняшнем матче. Ну и игроков Ротера не остался. Ух, какая передача Ригони на Чалова. Чалов подает на Шамуродова. И это 2-0. Элдор Шамуродов все-таки забивает гол. На 92-й дополнительной минуте все грамотно сделали нападающие Зенита. Во-первых, и здесь Ригони очень хорошо. Но я прям думал, что он по центру отдаст. Между двумя этими игроками Началова. Он отдал как-то вбок. Плохо там сыграл защитник Ротера. Ну и здесь прозевали Шамуродова на дальней штанге. Ну а там против Шамуродова верховое единоборство. Идти это просто себя не жалеть, наверное. И все. Финальный свисток. Уверенная победа Зенита на выезде над Волгоградом. Отлично. Очередные 3 очка Зенита в чемпионате России. Лучшим игроком стал Элдор Шамуродов, естественно. Итак, после 26-го тура мы занимаемся также первое место. И лидируем на ЦСКА в 4 очка. Так, нам приходит сообщение по моей команде. Филла Фодена захотели купить. Мы его не выставляли. А Шеффилд хочет вернуть Филла Фодена в Англию. Круговой. Его мы как раз выставили. Тульский Арсенал им интересуется за 496 тысяч. Чего хотят купить. Давайте хотя бы вот 695. Так, ну а скауты нам нашли левого защитника. Замечательно. Хосе Гая из Валенсии. Хороший игрок. 80 плюс. Там ему 27 лет, но ничего. Несколько сезончиков может быть и отыграет. Брэндон Уильямс. Не знаю пока. Добавим. В любом случае. Молодой. Посмотрим, кто здесь еще у нас последний. Ну а здесь у нас Коне. Он уже постарше даже Уильямса будет. Поэтому давайте попробуем подписать. Так. Хосе Гаю. Хосе Гая. Во-первых, вот так. Так. 3 года. Все. Отправляем. И будем ждать. Малком полностью выдрил замечательно. Ну а здесь все. То, что работа скаутов была проведена. И предложение по нашим игрокам. Итак. Игра против ЦСКА. Но. Но, но, но. Играть у нас. Игра дальше там против Манчестер Сити. Поэтому я правда не знаю. Что здесь делать. Мы все-таки играем против второго места. То есть прям борьба сейчас пойдет. Не на шутку. Но мы играем дома. Поэтому я правда и не знаю. Вот так вот давайте сыграем. Почему бы и нет. Посмотрим. А что от этого у нас сильно там будет зависеть. Лунев с капитанской повязкой. Поехали. Зенит ЦСКА. Ну что же. Газпром арена. Зенит принимает ЦСКА. Первая строчка против второй. Дерби можно так сказать двух столиц. Хотя чаще такой матч называют это Зенит Спартак. Но все-таки сейчас тоже можно так назвать. Первая строчка играет против второй. Ожидания от этого матча большие. Но вряд ли можно что-то ожидать сейчас от Зенита. У них наверное одни мысли сейчас. Это про будущую игру в Лиге Чемпионов с Манчестер Сити. В полуфинале. Последняя минута матча и все. Финальный сесток. Нулевая ничья Зенита против ЦСКА. Зенит даже вот таким небольшим вторым составом смог дать бой. Даже два удара смог. Единственный в этом матче. Ну а Сдоев, которого уже продали с зимы. Но который только перейдет летом. Становится лучшим игроком вот этого важного матча. Четыре очка. Все так же Зенита лидирует. Ну что же. Пошли. Ответы круговой. За 591 тысячу евро переходит в Тульский Арсенал. Перейдет туда летом. Но у нас... Что там? Согласились или нет на Хосе Гаю? Но Хосе Гая за 24 700 согласен перейти. Из Валенсии в Зенит. Зарплатой 3 миллиона 400. На 100 тысяч больше, чем у него сейчас. Ну а Павар тот же у нас вот готов даже на понижение. На 100 тысяч пойти. И вот. Бавария согласна отдать его за 19 миллионов. Поэтому мы просто ждем уже деньги. Которые нам в бюджет на трансфер будут. И сразу же купим двух флангов вот этих защитников. Ну а пока что все. Все 4 матча мы отыграли. В следующем выпуске мы узнаем. Получится ли у Зенита выйти как минимум в финал. Лиги чемпионов. Как мы видим 2 матча против Манчестер Сити. Нам предстоит отыграть в следующем выпуске. Поэтому ребята обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это Жидан. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok